Струковский сад. День. Заманчиво греет солнце. С соблазном прогуляться и немного посидеть на лавочке справляются не все. Но коронавирус все еще представляет угрозу Самарской области. Поэтому массовые скопления людей запрещены, а прогулки на свежем воздухе разрешены при соблюдении мер безопасности. Главный атрибут индивидуальной защиты – маска. Должен быть у каждого. Мы рекомендуем вам иметь маски. Они у вас есть? Да. Ну давайте мы вам еще подавим. Хорошо. Спасибо большое. У кого масок с собой не было, получили бесплатно от представителей общественного совета при областном главке. В комплекте памятка по профилактике коронавирусной инфекции. Конечно, люди и сами должны помнить о мерах безопасности. Помимо наличия средств индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров, а также чаще дезинфицировать руки. Где скопление людей, там магазины, парки. Да, это мы обязательно в маске. Так. Так что. Или дома сидим. За несколько часов в Струковском парке представители общественного совета при Самарском управлении МВД вручили самарцам порядка 150 средств индивидуальной защиты. С целью минимизации распространения коронавирусной инфекции сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области на постоянной основе проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушения санитарно-эпидемиологических норм. При проверках общественных мест и транспорта общественного пользования сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости обязательного использования средств индивидуальной защиты. Сейчас очень важно в общественных местах, магазины, парки носить средства защиты. То бишь перчатки, маски. Если у кого-то нет масок, мы можем помочь и подарить маски. В Самарской области режим самоизоляции и масочный режим продлены до 31 мая включительно. Владимир Маркин, Новости губернии.